Добрый день. У нас две минуты по моим часам до начала. Тихонечко собираемся. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, видно? Супер. Все отлично. Система работает. Ну, прекрасно. Сейчас ждем последних желающих к нам присоединиться и начнем уже наш вебинар. Соответственно, по вананон-деретера. Буду рада ответить на ваши вопросы, поэтому если вдруг в процессе вебинара у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, дайте мне знать. Слышу, что слышно все хорошо, но кто-то пишет, что не очень. Ну, вроде как у меня все работает, все на месте, микрофон на мне, поэтому... Возможно, может, просто динамики погромче сделать. Добрый день, добрый день. Ждем, 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 ждем. Звук хороший. Спасибо, Свет. Ну что, на часах, ну, по крайней мере, у меня ровно 12 часов, поэтому я думаю, что мы можем начинать. Рада всех приветствовать здесь сегодня на нашем вебинаре совместно с компанией Алякарт о чудесном и прекрасном отеле вананон-деретера. Меня зовут Василина Шипунова, я являюсь директором по продажам данного отеля. Сегодня буду с вами, постараюсь вам рассказать максимально интересно и полезно об этом уникальном продукте, потому что продукт действительно очень, скажем так, необычный, феноменальный. Феноменальный в том, что пользуется неимоверной популярностью, да, несмотря на то, что это не молодой резорт, не вновь открывшийся, но, тем не менее, желающих попасть в вананон-деретера, достаточно большое количество людей. И хочется вам рассказать о том, соответственно, почему же отель так популярен, что в нем такого уникального, также поделиться какими-то новостями, которые происходят у нас на резорте. Ну и, соответственно, ответить на ваши вопросы. Поэтому, если в процессе презентации у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Походу я постараюсь на них отвечать. Если же нет, то уже после вебинара, соответственно, у нас будет определенное время, и я постараюсь так или иначе осветить все интересующие вас моменты. Итак, вананон-деретера, отель-легенда, отель-феномен, соответственно, что же это такое? Ну, в первую очередь, конечно же, это наше расположение. Да, как мы знаем, Мальдивы у нас одно из самых популярных направлений, сейчас пользуются очень большим спросом, и я думаю, что и в будущем это так и останется на ближайшее время. Что касается расположения вананон-деретера, то здесь вот на общей карте вы можете посмотреть. Сейчас я включу, соответственно, указку, где мы находимся. Да, это, скажем так, в большом формате карта Мальдивского архипелага. Находимся мы в самом центре, очень удобно. Если смотреть ближе, то это Северный Мали-Атолл, что очень удобно, недалеко от международного аэропорта Вилана. Это буквально 45-55 минут дороги на скоростной лодке, либо на яхте, и вы попадаете, соответственно, на наш прекрасный остров. Хотелось бы сразу отметить, соответственно, что никакого лаунжа в аэропорту у нас нет. Я часто слышу такие вопросы, просто по одной простой причине, что он нам и не нужен. Потому что когда гости прилетают, лодка уже приготовлена, она уже пришвартована и ждет гостей, поэтому наши сотрудники встречают ваших клиентов, наших гостей, и сразу же провожают на лодку, которая в дальнейшем уже отплывает сразу на резорт. Во время трансфера предоставляются прохладительные напитки, освежающие салфетки, бесплатный Wi-Fi, канапе. То есть сделано все максимально для того, чтобы это путешествие от аэропорта до острова было точно таким же комфортным и благоприятным для гостей. То есть отдых уже начался. На трансфере у нас два типа лодок. Это тоже как такая особенность, которую нужно знать. Соответственно, есть лодка, которая называется SpeedBot, и она идет 45 минут от аэропорта до отеля. И есть яхта, которая идет 55 минут на 10 минут подольше. Если вы для своих клиентов бронируете групповой трансфер, сказать точно, какой именно тип лодки будет им предоставлен, достаточно затруднительно, потому что это все формируется в процессе накануне приезда, прилета гостей и смотрится по вместимости. Но так или иначе, все лодки у нас брендированы, они очень узнаваемые, они очень комфортные, поэтому тут никаких проблем никогда ни у кого не возникало. Если гости хотят, соответственно, трансфер исключительно на SpeedBody либо исключительно на яхте, то это необходимо оплачивать уже индивидуальный трансфер, чтобы клиенты были, гости были единственные на этой лодке. А также опционально мы предлагаем трансфер на гидросамолете. Лететь буквально 15 минут. Здесь понятно, что это очень быстро. Как я говорю, just for fun. Кто хочет получить небольшую экскурсию и посмотреть на Мальдивские острова и архитилаги с высоты птичьего полета, то, пожалуйста, мы можем это организовать. Но, честно скажу, и по опыту это не сильно пользуется популярностью, потому что, соответственно, по времени то на то и выходит. То есть C-plane никак не получится, чтобы он прибыл на остров раньше, если мы сравниваем время трансфера на лодках, либо на C-plane. И плюс ко всему, что нужно еще помнить про трансфер на C-plane в анонимные директора, это не наш брендированный C-plane, то есть это обычный TMA C-plane. Все мы представляем, что это такое, поэтому каких-либо дополнительных услуг, будь то коктейли, канапе, прохладительные салфетки и так далее, во время полета ожидать не стоит. Да, соответственно, это просто такой вот обычный мальдивский самолетик. Но, тем не менее, если есть такие желающие, то, конечно, мы это все можем организовать. Двигаемся дальше. Также наше расположение дает нам очень большой бонус, соответственно, возможность организации приезда и выезда круглосуточно. Меня слышно, кто-то пишет, что нет звука. Света, если можно, дайте знать, пожалуйста, слышно меня или нет. Все слышно, отлично. Соответственно, это не с моей стороны тогда. Что касается расположения, тоже как бонус, то, что мы находимся недалеко от международного аэропорта, дает нам возможность организовать Rival Adipatch, то есть приезд, выезд круглосуточно. Это очень удобно, потому что, ну, скажем так, не все гости наши, ваши клиенты пользуются услугами аэрофлота. Некоторые летают и Emirates, и Turkish. Если вы конкретно говорите, Turkish Airlines. Turkish Airlines улетает с Мальдива в районе 11 часов вечера. Соответственно, наш трансфер организован в аэропорт за 3 часа до вылета. Единственное, нужно учитывать, что время на резорте у нас идет отдельно от Мали, мы плюс 1 час к Мали. То есть, если 12 часов в столице Мальдивской республики, то у нас уже час дня. То есть, это тоже надо учитывать, но так или иначе, это очень удобно. Точно так же, если вдруг какой-то частный борт, который улетает поздно вечером, либо прилетает рано утром, для нас не проблема, подать лодку, организовать трансфер, и гости всегда будут встречены, и все будет организовано. Ну, переходим к нашему острову. Я думаю, что так или иначе данную схему, кто был на Мальдивах, кто летал, видел остров с высоты птичьего полета, я думаю, что это один из самых узнаваемых островов на Мальдивском архипелаге. Узнаваем он как раз за счет вот этих вот прекрасных наших лагун. Их у нас ровно 12, каждая со своим именем, и эти 12 лагун – это наши 12 пляжей. Чем мы славимся, и это действительно так, Ван-Инон-Веретера считается одним из лучших, если не лучший остров с лучшими пляжами. Также Ван-Инон-Веретера это один из самых больших островов, которые есть на данный момент на Мальдивах. Соответственно, если мы смотрим с юга на север, то это порядка двух километров. И самая узкая часть нашего острова это вот этот вот перешейк. Здесь 450 метров. У нас здесь как раз находится наша прекрасная живописная речка, через которую перекинуто два мостика. Соответственно, это тоже как ориентир той части, которая считается, скажем так, самая небольшая острова. По всему периметру расположены разные типы вилл. У нас нет такого, что с какой-то стороны расположена одна категория, с какой-то стороны расположена другая категория. Нет. Ван-Инон-Веретера это в принципе тот отель-резорт, где бронируется категория номера. Соответственно, накануне выезда в принципе можно позвонить и написать. И можно узнать номер виллы, который будет закреплен за гостями. Поэтому данная вилла, данная категория может попасть абсолютно на разный пляж. У нас достаточно большое количество наших постоянных гостей. Это порядка 85%. Соответственно, которые нас выбирают из года в год. Мы очень благодарны, очень гордимся этим. Понятно, что при таком количестве повторяющихся гостей, которые к нам возвращаются, очень многие из них уже четко знают и понимают, какой пляж они хотят, какую виллу, в какой локации. Это тоже один из основных таких моментов, достаточно, скажем так, спорных периодически. Но так или иначе, как любой другой резорт международный, как любой другой отель, мы не можем четко гарантировать конкретную локацию, потому что, ну, отель, так или иначе, любой отель – это достаточно суматошное хозяйство, и накануне заезда гостей может произойти все, что угодно. Но все пожелания относительно локации, которые гости, ваши клиенты вам уточняют, соответственно, мы просим нам писать. Мы так или иначе их максимально стараемся учитывать при распределении номеров. Скажу так, что в большинстве случаев нам это удается. Не всегда все просто, но так или иначе нам в большинстве случаев это удается, мы идем на уступки к гостям. Бывают моменты, что чисто технически, соответственно, нет возможности дать ту сторону пляжа или ту конкретную виллу под номером, которую просит гость, тогда мы предлагаем, соответственно, наиболее близко расположенную доступную виллу на момент хранирования. Также, что еще хотела отметить на этом слайде, да, для понимания, что основная у нас, скажем так, социальная жизнь и густая населенная жизнь находятся вот в этой части острова, да, соответственно, по центру у нас находится основной ресторан, где мы накрываем завтраки и еще два ресторана, которые находятся в разных частях острова. Весь остальной остров это просто дорожки прекрасные для велосипедных, для пеших прогулок, прекрасные пляжи и виллы, которые абсолютно уединены друг от друга. Также хотелось бы еще заметить, что общая протяженность нашей пляжной линии более 6 километров, то есть, в принципе, есть погулять, да, соответственно, есть место, где погулять. Если мы начнем путешествие по нашим пляжам вот отсюда, соответственно, так вот по кругу пойдем-пойдем, то это будет более 6 километров. В ночное время, да, тоже можно добраться на лодке, соответственно, отвечая на ваш вопрос, если вы сообщите. Сейчас, например, вот, как пример я приведу, сингапурские авиалинии возобновили с весны этого года авиасообщение с Мальдивами, и сингапурские авиалинии прилетают на Мальдивы в районе 12 часов ночи, и у нас последние заезды, это где-то половина второго, два часа ночи, поэтому для нас это не проблема, это все можно сделать. Также хотела еще сразу отметить на этом слайде, показать, что ванно-нон-деретера тоже не совсем обычный и в водном виде размещения, я сразу покажу, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Если обратите внимание, у нас есть вот такие вот небольшие кластеры, да, это наши водные виллы, в каждом кластере находятся максимум 4 виллы, это тоже сделано специально, потому что ванно-нон-деретера с самого начала изначально проектировался и строился как отель-резорт для самых взыскательных гостей, да, и понятно, что гости такого уровня, для них приватность это не пустое слово, да, поэтому для этого было приложено очень-очень много усилий и прилагается, продолжает прилагаться для этого, поэтому даже угодное размещение ванно-нон-деретера, оно не совсем обычно и стандартно для мальдивских резортов, потому что, как вы знаете, обычно мальдивские резорты водное размещение это одна общая ветка, вынесенная за пределы острова, да, и, соответственно, по этой дороге виллы, находящиеся рядом друг с другом, то есть говорить о приватности достаточно проблематично в этом случае, в нашем случае приватность сохранена даже для этой категории размещения. Двигаемся дальше, соответственно, на данном слайде как раз можно увидеть одну из наших лодок, которая курсирует на трансферах постоянно, это наша яхта, да, и также это реально фотография того, как выглядит наш Arrival и Дипачо Джетти, это тоже одна из таких искусственно созданных красивых лагун, вот здесь вот обычно мы стоим с командой, встречаем всех наших гостей, по вечерам здесь очень красиво, потому что в ночное время суток вот здесь, если присмотреться, видно, находятся два таких темных столбика, это наши факела, да, соответственно, по вечерам здесь горит живой огонь, тоже как приветствие для гостей, которые как раз прилетают, скажем так, в вечернее время суток, либо ночной. что касается нашего размещения, соответственно, в общей сложности у нас 122 виллы, в общей сложности у нас 6 категорий, и мы с вами начнем наше путешествие с самой высокой категории. Самая высокая категория в нашем отеле называется Grand Residence, это 3 bedroom категории, у нас здесь останавливаются самые взыскательные гости, самые дорогие гости, соответственно, территория виллы очень большая, сама по себе резиденция это одна общая территория, здесь очень хорошо видно, да, и два отдельных стоящих здания, в одном здании находятся две спальни, одна из которых с кроватью кинг, вторая с двумя кроватями клин сайз, и еще одно отдельное стоящее вилла, здание, назовем это так, также со своей спальней здесь находится кровать кинг. Значит, Grand Residence у нас делится на 3 bedroom Grand Residence и 3 bedroom Grand Sunset Residence, да, они абсолютно идентичны между собой, единственное различие это локация, потому что Grand Sunset Residence находится на пляже в Sunset, и она считается и по контракту она идет чуть дороже, чем просто Grand Residence, за счет чего, потому что Grand Sunset Residence чуть-чуть пошире территория, вот она как раз, кстати, на этом слайде, и у Grand Sunset Residence два бассейна, если вы обратите внимание, то есть, соответственно, каждая вила, находящаяся в этой резиденции, находится отдельный бассейн для каждой виллы. для гостей, которые выбирают эту категорию для своего отдыха, также предусмотрены дополнительные бенефиц от отеля, будь то Daily Cannape, Daily Cocktail, шеф, который может прийти и приготовить все на резиденцию, то, что гости пожелают. Резиденция действительно большая, потому что здесь находится кинотеатр под открытым небом, здесь находится собственный ресторан и открытая кухня и бар, куда как раз шеф может прийти и накрыть. Плюс ко всему различные красивые вот такие вот зоны для отдыха и релаксации. Также для гостей гранд-категорий у нас предусмотрено пользование личным баги, то есть за гостями гранд-категорий баги изначально с первой минуты прибытия на остров закреплено за их виллой. Так как остров у нас большой, мы разрешаем гостям лично водить в баги, соответственно, единственное условие, подростки и дети не допускаются ни в коем случае, гостями подписывается специальное соглашение, специальный диск лайнер, где, собственно, прописаны все правила, и гости подписываются под этим, что они несут ответственность. Поэтому для каждого гостя при заезде батлер их всегда готовят велосипеды в зависимости от возраста, от возрастной группы, то есть это и взрослые, и детские, и тинейджерские, и, соответственно, для гранд-категории еще есть возможность поездить, поводить по острову батлер, да, электромашины. для стартовых категорий такая возможность тоже есть, но это будет уже за дополнительную оплату. Следующая категория, она чуть ниже уровня, это уже 2-bedroom категория, которая называется 2-bedroom Grand Beach Villa. Это также гранд-категория, поэтому здесь также включены дополнительные бенефицины. На данном слайде, в принципе, можно увидеть и понять, как выглядят наши виллы внутри, да, соответственно, это одно единое общее пространство, и, соответственно, если гости хотят разделить гостиную от спальни, от ванны, да, если мы смотрим вот на этот слайд дальше, то вот здесь вот закрываются слайд-двери, и получается, что отдельно стоящие комнаты, да, если же все открыть, как вот на этом слайде, соответственно, получается одно общее пространство, где очень много воздуха, где очень много света, соответственно, вот с этой стороны здесь панорамные стеклятные двери, которые точно так же на данной фотографии открыты, и получается, что такое тропическое размещение в тропическом саду с прямым видом, с фронтальным видом на океан, потому что у нас все виллы абсолютно имеют прямой вид на океан, где ничего не перегораживает никакая зелень, ничего, плюс ко всему все материалы, которые использованы в дизайне виллы у нас абсолютно натуральные, то есть натуральный мрамор, это натуральный гранит, это натуральное дерево, и так называемый стиль Мальдивский шик, соответственно. Также, предвосхищая какую-то степень вопросов относительно того, как давно была сделана реновация, я могу вам сказать, что обновление вилл проводится каждый сезон, то есть, так или иначе, если сравнить фотографии, которые были изначально виллы, построены в Ананону на Веретера, то, как выглядит сейчас, вы увидите, что виллы виды изменились, даже в цветовой гарни немного, то есть, белых зон, скажем так, светлых зон стало побольше, плюс ко всему в течение низкого сезона, это чаще всего, меняются все вот эти вот деревянные настилы, меняются настилы на крышах, плюс ко всему меняется вот этот вот текстиль, мебель и так далее, поэтому всегда у гостей создается ощущение, когда они входят на нашу виллу, что виллы вот не так давно реновировались, вот, но глобальная реновация у нас последний раз была в 2016 году, в нее было вложено больше 25 миллионов долларов, соответственно, есть у нас определенные планы на будущее, но пока об этом говорить достаточно рано. как выглядит территория виллы внутри, опять же, 2-bedroom Grand Beach вилла, это 2-bedroom категория, я напомню, две спальни находятся под одной крышей, одна спальня, соответственно, с большой кроватью King, если смотреть, она находится вот этой стороне, и вторая спальня, которая смотрит в сад, это, соответственно, две кровати to Queen's Beds, да, соответственно, Queen's Size Beds. Если вы посмотрите, обратите внимание, что даже Queen's Size Beds у нас достаточно широкая, то есть максимально комфортно сделана для наших гостей. Здесь точно так же есть вот такая вот станция, вот такая кухня с открытым баром на территории виллы, куда можно заказать, соответственно, придет шеф и приготовит то, что гостям желают. Следующая категория, также, которая входит скажем так, в систему гранд-категорий, это Two Villa Residence. Это, наверное, одна из самых популярных категорий для размещения на нашем острове. Это тоже Two Bedroom категория. Единственное отличие от предыдущих в том, что здесь каждая спальня находится в отдельно стоящей вилле, но на одной большой общей территории, да, с одним бассейном. Соответственно, в одной вилле Queen's Size Beds спальня, во второй это Two Queen's Beds. Почему любят эту категорию больше всего? Ну, чаще всего семьи путешествуют с нянями, с бабушками, с дедушками. Получается, что родители могут отдельно проживать в основной спальне, в мастер-бедром, да, соответственно, дети с няней, соответственно, в рядом стоящей вилле на одной территории, где находится Two Queen's Beds, можно поставить дополнительную кровать. То есть это очень комфортно, очень удобно, получается, что все вместе на одной территории, но в то же самое время немножко разделить, и чтобы няня не ходила все время перед глазами у основных гостей. Как это выглядит внутри? Соответственно, можно понять, что абсолютно идентичный дизайн, каждая категория, каждая вилла, да, соответственно, также очень хорошо здесь видно, что у нас довольно широкая полоса песчаная, да, то есть, соответственно, от виллы до кромки воды это как минимум 25-30 метров белого песка. Еще одна категория, соответственно, которая входит в систему гранд-категорий, это гранд-вотер-вилла, это уже водное размещение, как мы можем понять по слайду, это одна бедрум-категория, то есть с одной спальней, но с большой гостиной зоной, с отдельной гостиной и вот с таким вот большим инфинити-бассейном. Оптимальный вид размещения для романтических пар, либо для молодоженов, потому что здесь, опять же, так как это одна спальня с гостиной, плюс ко всему бассейн большой, видовой, и еще здесь есть джакузи, да, соответственно, для романтических вечеров. По дизайну виллы абсолютно идентичны. Ну и наша стартовая категория это бич-вилла, соответственно, бич-виллы у нас есть с бассейном и без бассейна, соответственно, без бассейна их осталось в меньшинстве, и будет становиться все меньше, потому что, так или иначе, у нас, вот один из основных наших планов это то, что каждая вилла у нас будет иметь бассейн, часть из них уже, соответственно, претерпели некоторые изменения, да, и бассейны дополнительные у нас появились, вот, будем надеяться, что в скором времени мы сможем порадовать и сказать, что у нас все бич-виллы с бассейном, но при бронировании это всегда указывается, бич-вилла без бассейна она стоит чуть дешевле, чем с бассейном. На данном слайде очень хорошо видно, что у нас каждая вилла абсолютно приватна, да, если посмотреть, причем приватность достигнута как раз за счет зеленых насаждений, то есть нет никаких ограничений, нет никаких заборов, но никто никогда не узнает, что происходит на территории виллы, потому что остров действительно наверное один из самых зеленых, которые есть на Мальдивских островах. В том будет видео, вы поймете, что я имею в виду. Как же выглядят виллы внутри? Напомню, что это стартовая категория, да, абсолютно идентична, абсолютно тот же дизайн, те же материалы, что использованы, как выглядит сад, да, соответственно, если с бассейном, то обычно здесь есть бассейн, если нет, то вот, соответственно, вот такая вот открытая терраса, где точно так же гости могут отдохнуть и заказать себе завтрак, либо какое-то специальное блюдо. У каждой виллы абсолютно есть такая вот большая ванна с панорамным окном, которая смотрит на океан, тоже, скажем так, для приятного романтического времяпрепровождения. Ну и наши водные виллы, опять же, повторюсь, то, что я вам уже говорила в начале, показывала на схеме резорта, как это выглядит, вот они, наши кластеры, это один из наших восьми кластеров, в каждом кластере максимум четыре виллы. Бывает, что мы получаем брони, например, на семью, которая едет вместе, либо на компанию друзей, конечно, мы стараемся тогда дать максимальные виллы на одном кластере, чтобы было можно перекрыть либо вот так вот, соответственно, две виллы рядышком, либо целый кластер закрыть, и тогда они все находятся рядышком друг с другом. Но так или иначе, каждая вила, если вы обратите внимание, сможет абсолютно в разную сторону, да, то есть это тоже специально построенность проектирована, опять же, для полной приватности наших гостей. Как водные виллы выглядят внутри? Водные виллы у нас в основном без бассейна, есть у нас виллы с бассейном, но их немного, их буквально пять штук, и они, опять же, по контракту отличаются от цены, то есть это надо учитывать. Тот же дизайн, абсолютно Мальдивиан шик, но виллы находятся на сваях над водой. Перейдем к гастрономии. В общей сложности у нас сейчас пять ресторанов, и каждый ресторан по-своему интересен, уникален. Начнем мы с ресторана, который называется Ботаника. Находится он в таком вот красивом тропическом саду. Ботаника сейчас работает по специальному меню от Мэтью Кейни. Мэтью Кейни это звездный шеф-полар, который является основоположником, и вот вы опережаете вопрос, основоположником и в принципе философии вегетарианского питания, веганского питания без содержания мясных, рыбных продуктов, из органических продуктов. То есть, сейчас обратите внимание, вот смотрите, это наш шеф-гарден, да, то есть, соответственно, с грядки на тарелку, как говорится. И этот ресторан как раз предлагает меню для любителей здорового питания, вегетарианского, как раз раскрытие максимально всех новых вкусовых рецепторов, новых оттенков вкуса каждого продукта без использования мяса, морепродукта либо рыбы. На самом деле, очень интересно и занятно, я вам честно скажу, потому что не всегда, когда ты ешь, ты понимаешь, что ты ешь. Это вкусно, но потом, когда тебя говорят, из чего это блюдо было, соответственно, составлено, ты очень удивляешься. То есть, попробовать всегда стоит и надо. Плюс ко всему, сам по себе ресторан очень красивый, потому что вечером он подсвечивается огоньками, миллионов огоньков. И точно так же есть в Ботанике есть у нас специальный бар органического джина, который был разработан специально для ванн-энон-деретера. Здоровое питание, органические продукты это, конечно, хорошо, но оперетик никто не отменял. Поэтому для любителей джина можно здесь попробовать, скажем так, органические продукты в этом формате тоже. Следующий наш ресторан, наверное, самый популярный, это ресторан Топосаки, это ресторан японской кухни со свежими морепродуктами, соответственно, с привычными нам роллами, сашими и еще множество опций. Находится он над водой. Всегда предупреждаю заранее, что очень многие гости выбирают данный ресторан для празднования каких-то своих важных событий, дней рождения и так далее, да, то лучше это все бронировать заранее, потому что каждый ресторан имеют определенный лимит вместимости, да, и чтобы не получилось так, что гости приехали отместить какую-то годовщину, хотят пойти, например, в Топосаки, мы можем подтвердить, потому что у нас просто нет свободного столика, да, и в принципе всегда прошу бронировать такие вот истории, они довольно популярные у наших гостей, всегда заранее, да, у нас даже есть специальная служба, скажем так, если гости приезжают на резорты с ними, работает их батлер, да, на протяжении всего их проживания, то у нас есть специальная служба, скажем так, которая называется онлайн батлер сервис, которая называется бит сервис, которая занимается преобронированием как раз таких вот всех услуг, будь то ужины, будь то спа, будь то какие-то спортивные игры, мероприятия, да, либо специальные праздники, что касается праздников, это тоже достаточно отдельная история, потому что у нас есть специальный человек, праздничный менеджер, скажем так, да, менеджер по праздникам, который может организовать праздник любого типа, любого формата, соответственно, большой, маленький, будь то свадьба, предложит различные декоративные решения, цветочные вкусы для свадебного торта, либо день рождения, точно так же какие-то декоративные решения, как это все организовать, поэтому есть у нас такие люди, которые могут организовать праздник для ваших гостей в любом формате, вот, ну, бронируем все заранее, запрашиваем все заранее, чтобы было, не было потом проблем. Что касается топосаки, да, наверное, его популярность говорит то, что в принципе топосаки это был первый, ну, скажем, ресторан именно такого формата в цепочке Ван-Анон-Деретера, который был непосредственно открыт на нашем острове, потом в дальнейшем топосаки после его успеха был открыт на Маврике Ван-Анон-Ди-Сан-Жиран, и в прошлом году так же топосаки, как вы знаете, либо слышали, наверное, появился в еще одном отеле Ван-Анон-Ди, но уже в Европе, это отель в Черногории. Это как раз говорит о том, что данная концепция, данное меню очень популярны у наших с вами гостей и клиентов. Следующий ресторан, это наш основной ресторан, который называется Рити, он самый большой по вместимости, находится в центре острова, и здесь мы предлагаем каждое утро нашим гостям завтраки. Завтраки у нас проводятся буфетом, да, соответственно, есть буфет закусок, есть буфет дистанции определенного количества выбора горячих блюд, точно так же есть буфет для деток, есть буфет здорового питания, и точно так же меню а-ля карт на завтрак горячих блюд, да, соответственно, определенное количество выбора блюд, мы все-таки предлагаем именно по меню а-ля карт, потому что, ну, как бы сохранить вкусовые качества и вид довольно проблематично, да, если это все на буфете. На ужин ресторан Рити работает как три отдельных ресторана, потому что это три отдельных локации абсолютно, которые соединены между собой дорожкой, и на ужин ресторан, который как один работает на завтрак, превращается в три отдельных каждой со своим меню, да, соответственно, на ужин один ресторан, который называется РИОФ, работает по французско-азиатскому меню, второй ресторан, который называется АКВА, это итальянское меню, и третий ресторан ФАЕГРИ, соответственно, который работает по грейминю, морепродукты, мясо. И по специальному предложению от ВАН и НОМ Деретера, гости, которые бронируют проживание, соответственно, до конца этого года, получают бесплатно три корзина, то есть ужин из трех блюд, это закуска основного, десерт, в двух ресторанах, как раз вот в РИТе, да, которые ходят в систему в РИТе, это как раз ТОВ, азиатско-французское меню, и АКВА, итальянское. Плюс ко всему гости, например, которые пошли сегодня в ресторан и отужинали бесплатными блюдами в этих ресторанах, на завтра, допустим, они хотят пойти в какой-то другой ресторан, который не включен в систему, скажем так, вот этого опционального полупансиона, тогда предлагается дейли-кредит на виллу, которая вычитается просто из суммы экстрасов за день, то есть здесь гости могут сами выбирать, что они хотят, причем это делать не обязательно сразу, заранее и на весь период будут либо только ужины в двух ресторанах бесплатно, либо только дейли-кредит, нет, то есть один день они могут получить ужины, следующий день они могут получить кредит, да, гости выбирают сами. Следующий ресторан, это ресторан Фанди, да, находится он под таким вот открытым небом, это ресторан дальневосточной кухни, марокканская, ливанская, также на этом слайде представлен наш бар, Sunset Bar, это ресторан, который находится в самой живописной точке, скажем так, для встречи заката на нашем острове, Sunset Bar у нас выглядит как, соответственно, пляжные кабаны, мы проводим каждый день, если погода, конечно, позволяет, Happy Hours, так называемый, где мы предлагаем гостям коктейли, предлагаем легкие закуски, здесь играет лаунж музыка, и гости встречают за кап 6 часов вечера в начале 7-го, потом уже после встречи отправляются на ужин, в тот ресторан, где у них, соответственно, забронирован столик. Наш итальянский ресторан тоже находится недалеко от основного ресторана Ритя, открывается во время обеда и работает до ужина, но я думаю, что итальянская кухня нам всем хорошо знакома и не нуждается в каком-то дополнительном представлении. И еще один ресторан, который называется Beach Club, причем Beach Club это не только ресторан, но и в прямом смысле Beach Club это, наверное, одно из самых популярных мест на нашем острове, здесь на территории Beach Club находится пляж с пляжными кабанами, здесь находится центр водных видов спорта, здесь находится часть бутиков, здесь находятся бары, здесь находится Sweet Paradise, да, соответственно, это, скажем так, такая точка, где мы предлагаем нашим гостям мороженое и щербет, приготовленные нашими шефами, здесь находится бар здоровых коктейли, мактейли для детей, да, здесь, соответственно, всегда играет музыка, здесь играет диджей, здесь находится арт-студия, да, соответственно, какая-то активность предлагается от нашей компании гостям, ну и также один из ресторанов, который открывается во время обеда и работает до ужина, то есть бич-клуб это такое место, куда приходят наши гости после того, как они уже насладились в полной мере уединенным отдыхом на своих виллах, да, как бы себя показать, на других посмотреть, те гости, которым хочется какого-то общения, потому что на самом деле, даже если отель полностью sold out за счет размеров, никогда невозможно понять, да, что на острове какое-то большое количество людей, единственные места, где можно встретить других людей, да, это вот общественные зоны, это либо на завтраке, соответственно, либо бич-клуб, это самые такие, скажем, массовые, популярные места. Конечно же, как все мальдивские резорты, мы очень любим устраивать различные праздники, я вам уже про это говорила, да, и различные романтические истории, и ужины, либо празднования дня рождения, у нас для этого очень много локаций, конечно же, наши прекрасные пляжи, которых у нас достаточно много, плюс ко всему есть вот одна локация здесь представлена, соответственно, очень хорошо, это наша такая вот песчаная коса, которая находится в 20 минутах дороги от нашего острова, затерянная в океан, которую мы тоже можем использовать для таких историй, но опять же повторюсь, что, пожалуйста, все такие истории, праздники, свадьбы заказывать как можно раньше, потому что так или иначе есть определенный лимит, потому что каждая такая история, это индивидуальное обслуживание полностью, то есть работает определенная часть команды, определенная часть стаффа, да, и чтобы не получилось, что гости приехали отпраздновать годовщину свадьбы либо день рождения, хотели бы это сделать в таком вот красивом месте, а мы не можем, потому что это как раз на эту дату уже забронировано, да, чтобы гостей не расстраивать, поэтому бронируем, запрашиваем все заранее. Что касается развлечений и услуг, на нашем острове, конечно же, есть детский клуб, да, и также у нас есть клуб для тинейджеров, программа на каждый день абсолютно разная, она обновляется, соответственно, если детский клуб, это, ну, в прямом понимании детский клуб, да, здесь какие-то пиратские игры, приключенческие игры, да, соответственно, то в антрапе, это клуб для подростков, он уже, программа направлена больше на спортивные мероприятия, чтобы максимально задействовать энергию тинейджеров, скажем так, в мирное русло. Также у нас на острове находятся два теннисных корта с искусственным покрытием, своя теннисная академия, поэтому для гостей, которые профессионально занимаются теннисом, либо хотят научиться, мы все это организовываем. У нас два волейбольных поля, плюс ко всему у нас футбольное поле, полноразмерное, на видео это будет видно, вы увидите, плюс ко всему, в прошлом году наше футбольное поле было официально аккредитовано FIFA, то есть нам, по сути, это дает возможность проведения международных соревнований, но по факту у нас на острове просто устанавливается достаточно большое количество футбольных звезд с мировым именем, и поэтому если звезды сойдутся так, и вдруг ваш клиент окажется в одно и то же время с таким гостем, то большая вероятность того, что можно с ним поиграть на нашем футбольном поле футбол, потому что они так или иначе тренируются все, и частенько проводятся игры среди гостей, и среди гостей и стаффа, команда на команду, поэтому все есть. Так же как из таких необычных активностей у нас есть скаланда скалолазания, поэтому мы тоже как развлечение можем предложить. Есть гостям чем заняться. Конечно же, дайвинг-центр с различными экскурсиями, рыбалками, получением сертификата в АДИ, да, все это мы делаем, различные погружения. Есть русскоговорящий инструктор, кстати, да, обычно тоже спрашивают, и на самом деле хочу сказать сразу, что никаких проблем с коммуникацией для русскоговорящих гостей нет, абсолютно, потому что у нас очень много русскоговорящего стаффа, находится практически в каждом отделе, в каждом ресторане русскоговорящие, соответственно, администраторы, либо хост, да, и в дайвинг-центре, и в детском клубе русскоговорящие девочки работают, которые работают с детишками, поэтому никогда ни у кого никаких проблем не возникало, у нас только русскоговорящих батлеров на данный момент их шесть человек, да, поэтому если есть какие-то сомнения относительно коммуникации у гостей, да, просто можно попросить, соответственно, русскоговорящего батлера, который всегда сориентирует, поможет, а так нет никаких вопросов. Возвращаясь к дайвинг-центру, также хотела бы заметить, что у нас при дайвинг-центре есть реабилитационный центр для морских черепах, это международная организация и компания, мы спасаем черепашек, к нам их привозят самолетами, лодками с разных частей Мальдив, у нас специальные работают врачи, скажем так, которые проводят все необходимые операции, следят за их здоровьем, прописывают рецепты, и каждый день проводится специальная экскурсия, это особенно интересно для детей, можно прийти посмотреть на наших подопечных, и потом, если, соответственно, все хорошо, то черепашек уже выпускают на волю в их природную среду обитания. Ну и, конечно же, фитнес-центр и спа. Спа-центр у нас выглядит как вот такой вот, скажем, обычно мы его называем отель в отеле, потому что спа-центр большой, он находится в тропическом саду на вот таком вот полуострове, в общей сложности у нас 10 спа-вилл, две из них надводные, вот они как раз их видно, соответственно, вот по центру это йога-павильон, да, где проводятся sunrise, sunset, йога-классы, различные виды массажей, и на расслабление, на оздоровление, соответственно, причем массаж это прям целое действие, я вам честно скажу, потому что это не только физическое воздействие на тело, да, и мастера, но точно так же и работа с кристаллами, со звуком, соответственно, открытие чакр с звуком, кристаллами, все это очень интересно, и каждый массаж делается, соответственно, надеваются очень мягкие, невесомые наушники, и когда ты попадаешь в это кресло, оно делает абсолютно все за тебя, то есть там в принципе оно абсолютно автоматизировано, не сгибать руки, ноги вообще ничего не нужно, оно единственное только попросит перевернуться, а так кресло все сделает за тебя, и оно такое тоже получается как в облаке, оно очень мягкое, поэтому не заснуть вообще шансов нет, да, абсолютно полное расслабление, эдитативное такое состояние, после массажа, соответственно, также в спа у нас есть бьюти-салон, который пользуется большой популярностью, соответственно, на Новый год, либо на какие-то такие вот большие мероприятия, есть нейл-салон, причем нейл-салон как ногтевой сервис, да, как стандартный, который мы с вами привыкли видеть и знать, но точно так же у нас есть нейл-салон Бастиана Гонсалеса. Немножко кто такой Бастиан Гонсалес, чтобы вы понимали, почему его выделили в отдельную, скажем так, историю, потому что Бастиан Гонсалес это вообще, в принципе, лидер в ногтевом сервисе, да, человек, который за оздоровление ногтей, за натуральность, и процедуры проводятся обычно в четыре руки, специально разработанными щипчиками, ножичками и так далее, которых вы нигде никогда не найдете, с максимально натуральными кремами, блесками, которые втираются в ногти, которые не повреждают пластину, то есть все для того, чтобы ногти были красивыми и здоровыми, а предыстория такая, что у него была мама, которая страдала от, соответственно, плохого качества ногтей, и мальчик вырос с такой идеей, открыл салоны такие уникальные, с уникальной косметикой, да, соответственно, никакого покрытия ни шелаком, ничего это не делается у Бастиана Гонсальса, ну, если гости запросят, конечно, это можно сделать, но это просто втираются специальные маски на носице, ногти блестят, как будто их покрыли лаком, я не шучу, это действительно так, я тому свидетель, была, как бы, и причем это покрытие держится очень долго, то есть до тех пор, пока ноготь не отрастет, поэтому тоже очень занятная история, необычная для нас, и таких салонов Бастиана Гонсальса, их всего буквально семь штук в мире, один из них у нас на острове находится, и все мастера, которые работают в его салоне, проходят довольно длительное обучение, то есть минимум полгода девушки набираются опыта, обучаются, только потом их начинают допускать клиенты, поэтому тоже для гостей, которые будут, можно попробовать что-то необычное, неинтересное, тем более сейчас мода на все натуральное, но не будем забывать про наших мужчин, у нас есть отдельный бьюти-салон для мужчин, соответственно, где работают барберы, можно подкричься, побриться, сделать какие-то процедуры, находятся в отдельной части спа-центра, доступ для женщин обычно закрыт, вот, ну и, конечно же, фитнес, фитнес-клуб у нас есть как стандартный закрытый, где находится зал с видом на океан, где, соответственно, находятся тренажеры последнего поколения, точно так же есть залы для групповых занятий, где проводятся групповые зумба, фитнес, различные виды йоги, да, соответственно, ну, точно так же у нас есть, вот, как представлена фотография на слайде, открытая территория, специальный спортивный пляж, где гости могут позаниматься с тренером либо без тренера, соответственно, если хотят сами, на открытом воздухе, да, то есть вариантов много, предложить интересного ваннон-ритера точно скучно не будет, есть что. Ну, наверное, это все, что я хотела сегодня в рамках презентации, скажем так, основное рассказать. Дайте мне знать, если будут вопросы, я сейчас включу видео, вы пока подумайте, что бы вы хотели еще спросить. Я буду рада ответить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 При просмотре видео вам удалось проникнуться атмосферой нашего острова. И, кстати, ритера переводится как прекрасный остров в Берехе, да, соответственно, то есть говорит о том, что есть на самом деле. Что касается вопроса, на новогодний период есть еще номера или нет? Нет номеров, на новогодний период именно с празднованием 31 декабря у нас нет. Мы полностью sold out. Есть определенное какое-то количество, оно не очень большое, на январь. Да, и коли мы заговорили с вами про Новый год, позвольте вам показать еще небольшую видеозарисовку. Это короткое видео того, как мы празднуем Новый год. Видео с прошлого года. Я думаю, что вам будет интересно, потому что это абсолютно отдельная история. Мы приглашаем дополнительно и артистов, которые делают интертеймент для наших гостей. И Новый год мы праздновать начинаем, начиная с 21 декабря и заканчиваем 9 января. Соответственно, за этот период каждый день проводятся различные мероприятия для гостей с различными активностями для детей, для взрослых. Соответственно, три больших гала-эвента это на католическое Рождество, на 31 декабря, на Новый год и на наше православное Рождество. Да, с салютом. Поэтому... Почему-то не закружается видео. Ну... Ну... Придется вам поверить мне на слово. Соответственно, что это очень красочно и красиво. В этом случае, потому что упраждают на них все. Так же, на Рождество привозим настоящие живые ели, и каждый год они к нам прибывают и в Великобритании, и либо с Канадой. И, кстати, в гранд-категории, тоже как такой бонус для гостей, которые счастливцы попали на празднование Нового года в Анненугио-Ретера, в каждой гранд-категории стоит настоящая натуральная ель, которую мы украшаем. И это тоже сделано специально, чтобы гости, когда попадали в свою виллу, они ощущали вот этот вот запах Рождества и красоты. Да. То есть Christmas Magic. Так что вот. Так. Дополнительные кровати для детей. Как выглядит полноценная кровать или раскладушка? Я могу прислать фотографию дополнительные кровати у нас есть. Если мы говорим про BabyCode, соответственно, это маленькая кроватка для малыша. Если мы говорим про детей, то есть опция, если это один ребенок, то, соответственно, у нас есть небольшие диваны в номерах в определенных категориях, где, соответственно, ребенок может быть размещен. Либо это приносится складная, довольно широкая кровать. То есть это не прям раскладушка в нашем с вами понимании, такая полноценная с матрасом. С животными? Нет. Собачки вообще в принципе запрещены на Мальдивах. Вас никто не пустит никогда, даже с очень маленькой собачкой на Мальдивские острова. Ни одной собаки нет на Мальдивах, исключение, только в аэропорту у них работает одна овчарка и все. У них запрещено, поэтому собак нет. Так, дайте, пожалуйста, знать, если есть еще какие-то вопросы. Ваше видео новогоднее все-таки все-таки если нет больше вопросов, я с вами буду прощаться. еще один вопрос. Домашний риф. Да, есть у нас свой домашний риф. Он небольшой, он живой, соответственно, живут и рыбы, живут и морские черепахи. Находится он недалеко от бич-клуба, то есть как раз от, скажем так, публичного пляжа для нашего отеля. Это буквально плыть в маске и ластах буквально 3-4 минуты максимум, да, соответственно, поплавать можно. Плюс ко всему минимум дважды в неделю наш дайвинг-центр, наша команда организует выезды, групповые экскурсии на погружение, скажем так, в самых популярных местах для снорклинга, для дайвинга. Всем большое спасибо за поддержание, да, мы вас любим. Свет, спасибо большое за организацию, мы вас тоже любим. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь либо ко мне, либо в компанию Алякарт, да, соответственно, будем рады вам помочь. Спасибо большое и хорошего дня. Спасибо всем за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому субтитры Алексею Дубровскому субтитры Алексею Дубровскому